дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен давайте начнем прохождение бонусной главы так а где ее найти нет игра хорошая но не настолько блин жесть слушайте тут не каждый найдет еще так друзья ну что продолжаем наше расследование получается есть еще какие-то темные делишки возможно уже не совсем у банкира но тем не менее события игры прямо продолжаются то есть на том месте где мы завершили основную главу сразу же идет и бонусная глава после того как мы вызвали ли викторину из склепа она сказала нам что слышала какие-то странные звуки за стеной своей камеры она уверена что кто-то следит за ней пока жульен и викторина в полицейском участке с детективом дюпеном я должен изучить склеп вот он шанс проявить себя друзья да потом в будущем начать самостоятельную деятельность гробу что-то есть но я не могу поднять крышку ну что ж так громко то извините нож прям по ушам аж бьет так вы нашли якорь трезубец очень острый он даже металл способен проткнулась канделябр пруд сцена поиск ну как же будучи в склепе не покопаться в его содержимом викторина была права в склепе действительно есть тайный ход но пока я не могу сказать куда он ведет я должен выяснить это но здесь слишком темно если я налью сюда немного горючего и подожгу то смогу осветить весь тоннель ну да это было бы очень просто хорошо дирочку надо было сделать маленькую дирочку вот мы сейчас эту канистру используем с ее дырочкой отлично давайте друзья сделаем ставки это привидение либо все-таки это мышка была это была мышка нас не напугать мы опытные сыщики забавно если мы придем в дом к этому помните герои второй части там тоже такие подвальные помещения были тоннели под кладбищем я обнаружил таинственную комнату с тремя закрытыми на замок дверьми я должен найти способ открыть все эти двери нужно сначала собрать инструменты и части я не знаю типа два якоря да потом какая-то веревка получается нужно итак 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 первое сцена поиска слон ищем слоника он там что-то темно и там что-то есть вот ну что поехали как в основной главе очень легко искалась даже интересно какие предметы знаете наиболее сложные сам удивляешься как получалось воздушный змей и лист каштана похоже кстати на воздушный змей если честно это дубовый лист морковь и буква в морковь и буква в кусачки и желудь так можно это персик скорее всего но проверить это физали скорее всего кусачки и желудь надо снизу посмотреть может тут что-то будет не тоже нету это не кусачки это какой-то кинжал он кусачки и это не кусачки ладно ладно может своя водку сачки так кольцо и цифра вафля и ангел воздушный змей и морковь почему это не воздушный змей я прям вижу как он такой знаете ромбовидной формы вот прям как здесь нарисован же правда желудь и кольцом ангел и морковь он желудь кстати ха-ха-ха а ха-ха-ха все морковка победила правильно каротин надо кушать для зрения для всего остального так ладно нашли кусачки веревка что это такое дверь заблокирована балкой с другой стороны нужно попробовать под поднятию каким-то крюком так но у нас как раз вот есть тут все дела а 3 могу открыть без ключа это отверстие любопытной формы определенно здесь понадобится что-то большее чем просто ключ ну давайте посмотрим может где-то что-то еще и пропустил мне казалось тут уже как бы и делать нечего все что можно мы нашли у нас только кусачки может и кусачки там положить надо на стол условно так но как их сложить мне очень смущал тиски очень смущали меня я все думал что как-то надо какую-то ручку найти знаете а так мы здесь были мы вот отсюда пришли получается да катакомбах под кладбищем я нашел тайный ход который вел прямо в дом ренеля я должен изучить дом еще раз особенно кабинет самого господина фаре это кстати объясняет вопрос который я сам себе задавал не помню я его озвучивал уж извините я там два часа проходил разбил запись на две части если мы пробирались помните через ворота которые там через старое кладбище которое заросло плющом и на который был только один вход как тогда они туда занесли девушку вот это все объясняет что был какой-то тайный проход именно через него они получаются туда и попали полулюбопытное отверстие требующая необычный ключ а как вернуться назад вот подвал все я понял из софы торчит пружина нужно разрезать обивку чтобы достать ее у тебя зарплаты не хватит потом такой диван купить ты немножко это поаккуратнее с такими делишками так а вот собственно и ключ как раз отсюда без кода я ничего не могу сделать что-то еще да ну ладно хоть что-то открыли может копьем разрежем надо что-то наверное более удобно и не стоит терять время в комнате викторийные ответы на все вопросы в комнате ренеля логично шкафчик заперт но замок совсем несложный я могу открыть его но для этого мне нужна отмычка окно давайте копьё вставим вы нашли механизм хорошая штука что то есть сцена поиска и так начинаем пробка и веник 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 пробка в бутылке наверное да для бутылки нужен штопор что-то типа с этой оперы ну да штопор есть бутылки нет может быть не бутылка но что-то похожее на по вот бутылка кухонный нож и бинокль рогалик и марка маска и носок перец и ручка и что-то ручка что-то ручка такие скорее всего нет ручка дам пики и код марка кухонный нож и марка маска и перец да уже так быстро не ищется правда вот она сложность второй уровень дам так пики и марка перец и перец и марка перец и марка да перец и марка здесь перец я не вижу это не то вот перец вот марка разрежем дорогой диванчик если что наш дюпен богатый человек все оплатит я думаю но почему бы и нет так я думал именно так это работает пружина как раз имеет нужное нам это похоже на потаной механизм я должен найти еще одну часть чтобы запустить его я вот не понимаю что вот это такое а это отсюда значит блин что не дом то какие-то эти ну здорово конечно здесь слишком темно блин а у нас нечем зажечь да у нас нечем зажечь уже цена поиска где объявится еще рукоятка вентиль вряд ли отсюда шпонька рука показывает куда-то но тут ничего не о том я ничего не могу сделать и я ничего не могу сделать и рукоятка не отсюда прям дайте свечку бедному человеку сцена поиска виноград виноград и щепка блин щепку можно долго искать откуда же тебя взять что-то деревянное должно быть правильно но явно что-то такое то что не знаю может здесь что-то о как кастаньеты полумесяц пингвин авокадо а это не персик от авокадо все-таки василек и стрелам клещи и кубок сова и жук констаньеты и пингвин стрела и кубок сова и пингвин пингвин и стрелам мне кажется ей стрелу здесь видел вот она но тут стрелка ну ладно это в принципе как разработчики случайно генерируемых локациях могут понять выпрямить надо правда же что там какая-то зажигалка видимо будет стали я так понимаю там будет какая-то зажигалка ну или что-то более там аналог короче а нет смотрите это совсем другое я обыскал весь кабинет ренели нашел кусочек бумаги со странным кодом я должен выяснить что именно можно открыть при помощи этого кода в любом случае это должно находиться в доме так но как-то маловато две там что-то да ну давайте попробуем вы нашли вентиль вентиль не отсюда нет тут надо ключ тоже еще там сцена поиска кстати вполне могла появиться нету сцены поиска спичек тоже нету здесь слишком темно блин а что делать подождите-ка что можно придумать тут сцена поиска по идее должна появиться тут вроде бы мы все сделали вентиль вентиль ручка но вентиль не ручка правда же значит что-то другое надо давайте подумаем что можно другое поискать что-то что-то вообще специфическое вряд ли текущий предмет здесь ключ а тут как бы вообще начало локал игры тут сцены поиска тут же не было значит нам и не сюда назад идти больше некуда значит что-то я очевидное не замечаю в тех локациях две сцены поиска были отрезали ключ с треугольничком да и тут какая-то мне кажется ничего не понял я же заходил сюда блин вы знаете я хвалил разработчиков но здесь почему-то очень много каких-то странных глюков что я сейчас сделал такого что не делал раньше перемещайте треугольники в близлежащие отверстия кликая по ним а потом по стрелке чтобы выбрать направление треугольники начнут светиться когда кажутся в нужном я ничего не понял треугольники начнут светиться когда кажутся в текущем в эти отверстия надо вставить все я понял вы так сразу и сказали а то тут что-то дурите меня вот и все изи пизи может стоит перепройти пройти а 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 и т и а а не видел так может быть сцена поиска триггернулась да я как-то я раз games честно не узнаю них обычно глюков таких нету тут прям как будто в проекта мини-гейм сыграешь с таким напрягом знаете ждешь что где-то что-то случится блину и нету и куда мне этот вентиль запихать да непонятно может все таки здесь что-то можно сделать не сильно на ощупь я не знаю наверно я ручка это было здесь хорошая веранда зажигалка ну да импровизированная зажигалка и все да красивая комната нереально классная встаешь только еще не хватает знаете такого навесика что после дождь был можно было сидеть под дождиком или под снегом и ну не знаю я не курю допустим там книжку почитать вот она эта странная комната вентиль все-таки оттуда нашли ключ медицинская карта лара мишель стресс склонна к долговременной потери сознания в будущем вероятные приступы каталепсии не обнаружено может любовница какая внутри тайной комнаты оказался сейф который лежали украдены медицинские записи в них шла речь о его последних женах одной из которых была лаур лаура мишель очевидно его самая первая жертва ну слушайте да и лаура звали только мы ее по-моему по другому фамилию читали похоже ренель давно вершит свои грязные дела но это призрак я так понимаю да нет подождите лаура луиза была не то лаура это кто-то другая получается не то лаура другая да так перемещать изображение фигур памятников еще не понял но допустим япония вот япония так как это менять а уже встал на место ну да япония вот ладно давайте то попробуем без всяких там предисловий вот египет так это великобритания до великобритания так францию мы нашли японию нашли египет нашли давайте рим еще найдем вот это кстати будет римский император возможно вот вот это будет нет не вот это что это не а может вот это кстати как вариант так ладно фиг его знает россия так но это явно наш русский пацан может так возможно это гладиатор имеется ввиду колизеи бои какие-нибудь так ну что осталось англия ну вот это англия будет где тут эти мисс миссия вот получается ух ты какие у него планы то были да дорогой миссия фарм если верить слухам то вы поставили материальное выше морали прошу вас не швырять это письмо в огонь до того как дочитаете я может и стар но далеко не глуп у профессии смотрителя кладбища есть свои преимущества одно из которых информать информированность это не угроза не шантаж а скорее предложение о тайном сотрудничестве предлагаю встретиться завтра у входа на кладбище я я понимаю что вы человек занятой но поверьте мне вы не пожалеете о потраченном времени все понятно друзья вот это интересные подробности в доме ренеля была тайная комната где я нашел интересное письмо от кладбищенского смотрителя в нем он просил господина фаре встречи объясняя это тем что имеет для него заманчивое предложение которое может принести пользу им обоим похоже смотритель связывался с ренелем перед смертью каждый из его жены возможно даже делал что-то с их надгробиями но вы знаете это все равно не улика этого недостаточно чтобы смотрителя в чем-то обвинить мало ли что они встречались может быть он там блины предлагал своей жены ну я утрирую естественно смысл вы поняли надо еще какие-то улики найти но вот прям вот уж смотритель да какой паскуда ну вот здесь будет явно надо какой-то дорисовать до выжигается он кисточкой на вот вывесы идеально ровно так ну что бриллиантовое кольцо шахматная фигура игральная кость пистолет самолет и ракушка малина и трубка яблоко и лупа шахматная фигура игральная кость самолет и трубка яблоко и игральная кость яблоко и самолет ошибка замечательно какая уже там третья за игру у меня да друзья не буду ничего пока я обычно вырезал оставлю как есть запущу заново но это прям жесть какая-то конечно такого количества ошибок я прям вообще не помню прошлые части может быть один раз только что-то вылетело может какая-то несовместимость допустим пока что мне там сами поиску должны были дать подождите кольцо с бриллиантом я помню в какой-то игре у домини games я тоже сыну поиску прошел у меня в общем ничего не подарили взамен и все сказали начинай сначала твоя песня хороша начинай сначала я такой конечно конечно бегу спотыкаюсь пиак а вот и кладбище до крепкие корни я мог бы попробовать разрубить их имея подходящий инструмент жезл а это что такое это вот тот самый вход может быть мы дотянемся вижу что-то застряло в кустах но из-за шипов не могу достать это голыми руками если жезлом скрепочкой аккуратно поддеть тоже не хочет если я разрежу стекло то смогу открыть окно и попасть внутрь но вначале зачистим его шкаф как профессиональный специалист да если есть какие-то улики я думаю надо у него искать хотя он по идее если он умным умным был бы умным мне кажется он бы уже должен был все это дело попрятать фотографии голова быка мастерок и молекула может это мастерок прям не вижу молекула точно где-то нарисовано будет вот мастерок ракушка и бабочка может ракушка нет ракушка ракушка мачете платок шляпа перо горн и фотография молекула и бабочка лоток и шляпа фотография молекула молекула и шляпа слушать молекула сейчас всех переживет а фиг тебе шляпа один наверное из самых простых предметов для поиска но я его нашел последним вот вам и шляпа чуть ботинки вижу перчатки вижу а шляпки то не вижу бабочку даже вижу да такое знаете место где всегда разработчики хорошо прячут очень тяжело ищется это вот эти углы вы нашли корни может быть и хочет ладно давайте резать стекла хоть неровно хоть в одной игре кто-то вырезал стекло неровно а то прям смотришь и диву даешься как они так могут вы нашли клеящим так зеркало плохо закреплено мне нужно как-то убрать его похоже цепь на шестеренках давно в прошлом ее надо заменить чем-то крепким так чем-нибудь соединить а тут уже ничего нету у меня вообще по идее наверное где-то плещи надо применить второй сцены поиска нету может быть так так вы нашли рычаг нет смысла тянуть за рычаг пока шестеренки не связаны между собой блин ну фиг его знает цепи я больше нигде не видел предметы все старые то есть опять где-то что-то чё я так спешу что ли сегодня допускаю мысль что на какой-то из локаций что-то могло вполне остаться то что я раньше не заметил потому что все предметы старые только мачете вот тут только с мачете может опять под ковром что-то лежит или там третья сцена поиска появилась ну а чем черт не шутит бывает и такое иногда а можно было просто какую-то под локацию пропустить и пойти дальше ну нет вроде бы пусто значит копать надо здесь да только было бы где копать тут локации не осталось блин да ё вы серьезно я думал надо со счетом шестеренки связать как-то также материализацию призраков можно объяснить их привязанностью к миру живых вызванной жаждой мести если смерть произошла по вине возлюбленного близкого друга или родственника тем не менее едва ли у призрака найдется сила достаточная для того чтобы убить жертву поэтому он начинает искать помощь у посторонних у тех кто косвенно связан с убийцей в случае если убийца был нанят кем-то о ком призрак не знает гнев его обрушается на самого убийцу а не нанимателя теперь все стало на свои места во время обыска домика смотрители я обнаружил доказательства его вины кое-какие вещи принадлежащие жертвам ринеля а также ответные письма от него похоже эти двое сошлись во взглядах и с тех пор объединились чтобы воплощать в жизнь свои дьявольские планы я также нашел необычное кольцо которое представляет собой нечто большее чем просто украшение но я то его еще не нашел нажимайте на стрелке указатели чтобы переместить ряды и колонки если шар будет возле ряда или колонки то он тоже переместится шары должны быть перемещены в соответствующие лузы а а ну понятно а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Блин! Так, а тут еще усложнили! Их надо поменять местами, да? Так, а тут еще усложнили! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Рыба, игральная карта, кошелёк и рогатка, кнут и рыба. Рогатка и рыба. Да, что-то я не вижу ни рогатки, ни рыбы. Рогатка. Блин, как-то сложно было для меня это представить, что это как-то это странная рогатка. Рыба. Вот она. Вы нашли кнут. Вот, походу, и рычаг. Оказывается, Смотритель читает оккультную литературу. Среди его вещей я обнаружил несколько страниц о призраках, безусловно, вырванных из чьих-то книг. На этих страницах сказано, что духи умерших обладают способностью мстить своим убийцам. Смотритель убедил Ренель убивать своих жен, чтобы отградить от риска преследования. Короче, чувак еще более прошаренный, чем этот Ренель, да? Ну, молодец какой. И опять ошибка, друзья. Вторая ошибка за бонус. Ну вот, скажите, как можно оценить игру, которая действительно хорошо выполнена, но имеет просто огромное количество ошибок. У меня это четвертый вылет получается за прохождение всей игры. Два было, когда я записывал основную главу, и два было сегодня в бонусе. Плюс помните всякие моменты специфические, там вот головоломка со стрелками, там вроде просто, да, вести 9,5. Ставишь, не срабатывает. Здесь такой же момент странный вот только что был, вот когда я эту дверь открывал. Ой. Когда я эту дверь открывал. Итак, вы раскрыли мою тайну. Я был уверен, что доказательства приведут вас к Калчному Ренелю. Я смог обмануть даже призрака Луизы. Настолько, что Ренель узнал всю силу ее мести, о которой даже и не подозревал. Но попробуйте остановить меня, вы никогда не сможете. Да? А по щам? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Где-то засмеялся призрак. Прочь дороги, собака, прежде чем я раздавлю тебя. А кольцо зачем мне было? Да? А кольцо зачем я взял? Типа как улика? Бонус. Мне понравился с точки зрения сюжета. С интересной интеграцией локаций. И, опять же, для меня главная нестыковка была в том, что похоронили викторину таким образом, что как-то обошли же все вот эти плющи. Там старые ворота, старых призраков. Ответ мы получили. Это очень круто. Очень классно интегрировано это с подземельями и с локацией. Я не очень люблю, когда разработчики используют локации с основной главы в бонусе. Я считаю это, знаете, таким вот халтурой на самом деле. Но вот когда это интересно интегрировано, сюжетно объяснено, это всегда прям огромный плюс за креативность. И вот такой вот подход. Иногда хочется верить, что это заранее было придумано. А не знаете, когда-нибудь там, когда уже там нету сил, а давайте там припишем две строчки сюжета. Это объяснит, почему мы здесь ползаем. Ну, ползаем, то бишь изучаем эти локации, на которых уже были. Я очень хочу верить и надеяться, что это все заранее спланированная история. Вот. В целом, если оценивать сюжетно, это, наверное, из трех частей, на мой взгляд, самое интересное. То есть, немножко мистики тут, совсем немножко, да, призрак. Но я бы не сказал, что он какую-то вот такую, знаете, определяющую роль играет в плане построения сюжета. Для меня главная интрига была в первую очередь связана с тем, жива ли девушка Викторина или нет. И вот эти вот интересные объяснения каталепсии, интересные объяснения, вот как корыстные люди могут совершать самые ужасные дела ради денег, ради всего остального. В техническом плане, конечно, вот опять же, я вначале говорил прохождение, что у них новый движок, видимо, они еще его не обкатали, потому что в прошлых двух частях, ну, может, и были какие-то проблемы, но я прям не помню. Здесь прям огромное количество для готового продукта, если бы это была бета-версия, я бы понял. И дело не только в вылетах. Кто внимательно смотрел все мое прохождение, могли обратить внимание, что некоторые головоломки странно срабатывали, некоторые не сразу срабатывали. Вот вчера там куча таких странных моментов было, когда я записывал финал истории. Сегодня в бонусе вот эта головоломка в склепе как-то странно сработала. То есть то она заходит, то не заходит, что является триггером, непонятно. Короче, вот такие вот, знаете, это технические такие особенности, когда вот, знаете, вот дали новый софт, а его еще не обкатали. И вот здесь что-то похожее было. В целом вот из-за технических ошибок я все-таки поставлю игре 8 баллов, хотя, на мой взгляд, это крепкая девятка должна была получиться, если бы не было ни одного вылета. Ну и там полбала, наверное, за большое количество сцен поиска, хотя поиск был несложный, но его было все-таки многовато, наверное, на мой взгляд. И иногда он, вот этот баланс в прошлой части мне больше понравился сцен поиска, чем вот в этой. И почему-то здесь они еще больше его нагрузили. Но хочется отметить очень интересные загадки здесь. То есть некоторые из них я прям вообще нигде не встречал, так что за это огромное спасибо. Так что крепкая восьмерочка, несмотря на технические помарки, игру рекомендую абсолютно всем. А фанатам вообще этой серии, наверное, это будет одна из самых любимых ваших частей, по крайней мере, в дебюте этой серии. Потому что, насколько я знаю, серия очень, очень продолжительная. И там уже что-то порядка, там, около 20, наверное, историй. Ну, может, поменьше, но точно больше 10. На сегодня все. Огромное вам спасибо, друзья, за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok